Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на площадках разбираем события фундаментального характера и смотрим, как они повлияли на динамику финансовых инструментов. Вчерашний день – это выходной день для Англии, для США. В принципе, низколиквидная торговая сессия. Мы видели, что по отдельным активам движения, безусловно, были, но, наверное, не такие мощные, к которым мы привыкли по итогам недели предыдущей. Сейчас день памяти в прошлом, скажем так, и мы рассчитываем, что сегодня волатильность на площадках снова вырастет. Мы готовимся к тому, что на рынке будут трейдеры, которые задают тон и динамику торгов, и стараемся, надеемся, что активы пойдут в том направлении, в котором мы прогнозируем их движение. Продолжаем разбирать ситуацию с долларом и иены, с фунтом, с европейской валютой, с канадцем. Очень актуальная сейчас идея торговли через покупку доллара канадца в преддверии завтрашнего решения Банка Канады по процентной ставке. Ну и, конечно же, также делаем немало акцент на то, что происходит с нефтянкой, с австралийцем и новозеландским долларом. Давайте чуть подробнее. Нефтянка 68,76. Мы видим то, что рынок нефти восстанавливается уже третий день подряд, если еще обозначить восстановительную динамику пятницы. Но это все равно скромное восходящее движение, которое я не считаю, что мы можем говорить о нем как о компенсирующем то снижение, которое видели ранее в тот же самом четверг, когда только за день котировки потеряли больше 5%. Если все-таки задаться целью объяснить, почему сейчас цены корректируются, я бы выделил все-таки больше технические факторы, но не нахожу их какого-то стоящего фундамента. Кто-то считает, что фундамент есть. Например, вчерашние заявления Трампа на встрече, на конференции в Токио по поводу ситуации с Ираном. Крайне непростой ситуации. Трамп отметил, что у него нет цели нанести какой-то скрушительный вред Ирану, нет цели осменить руководство этой страны, он просто хочет видеть Иран безъядерным. И как только это заявление прозвучало, участники рынка выдохнули и решили, что на фоне такой риторики, скорее всего, военного разрешения конфликта не произойдет. Если вы считаете, что это тот самый фонд, который мы можем использовать, чтобы оправдать рост, ну тогда, наверное, это ваше мнение и оно имеет право на то, чтобы быть. Я считаю, что мы работаем сейчас только лишь с техническим откатом и копим силы для того, чтобы снова поставить на еще большее снижение. А факторов для распродаж их достаточно. Не забывайте, что самые серьезные распродажи у нас пришлись на прошлой неделе, когда участники рынка говорили, может быть, с еще большим акцентом на перспективы замедления роста мировой экономики из-за ухудшившихся отношений между США и Китаем после, скажем так, новостного инцидента, связанного с Huawei. И это далеко не единственная компания, которая в ближайшее время окажется в черном списке. Это доказывает то, что страны разошлись как в море корабли и, разумеется, вряд ли мы можем сейчас говорить о возобновлении торговых переговоров. И если вспомнить, опять же, обратиться к той же самой конференции в Токио, случившейся, в принципе, и произошедшей накануне, были также комментарии Трампа относительно Китая, где он отметил, что на текущий момент нет возможности, чтобы вернуться к переговорам и не очень-то и радеют штаты за сделку на тех условиях и договоренностях, которые пытались протащить коллеги из Китая. В общем, друзья, если риск глобального экономического спада остается актуальным, ну, давайте тогда не будем мудрить, я просто меряюсь с тем фактом, что это тот самый фактор, который будет провоцировать дальнейший уход трейдеров из рисковых активов. А для нефтянки это вообще отдельная тема, связанная с мировым ростом, поскольку эта тема упирается в более низкие объемы спроса будущего. Впереди у нас данные по запасам нефти в США. На прошлой неделе они также выступили катализатором для снижения. Я думаю, что ситуация может повториться и сейчас. Но все же я не призываю сейчас открывать какие-то торговые сделки, потому что еще слишком рано. Доллар иена 109.55. Как я уже отметил, Трамп усилил геополитические риски, на которые мы делали акцент ранее. Помимо геополитики и, соответственно, высокого спроса на защиту, в данном случае на иену. Не забывайте, что Федрезерв фактически в одном шаге от решения по снижению процентной ставки. На текущий момент рынок оценивает вероятность как раз смягчения политики почти в 75% еще парочку слабых отчетов. И будем говорить о еще большем показателе предполагаемого снижения ставки. Десятилетки 2.31 это минимум за последние почти два года, друзья. При такой конъюнктуре на долговом рынке в плане геополитики и национальной статистики невозможно увидеть мощное укрепление доллара. Поэтому ставим на то, что пара продолжит снижаться дальше. Фунт против доллара 1.2670. В принципе, если вы открывали позиции ранее, как я уже отмечал, ну, наверное, здесь уже горизонты снижения до уровня 1.25 очевидны. Тема Брекзита обрела новую жизнь из-за отставки Терезы Мэй. Она назначена на 7 мая, точнее на 7 июня. Дальше мы говорим о преемнике Борисе Джонсоне, который является еще большим радикалом по мышлению и сторонником обязательного Брекзита, как это было решено после референдума, и сторонником идеи даже Брекзита без сделки. Ну, к этой теме еще вернемся, друзья, не раз. То есть политическая неопределенность будет давить на британца. Я пока что не вижу хороших уровней, чтобы вот сейчас заходить в торговую позицию. Поэтому давайте, если вы, скажем, упустили возможность продать тогда, когда я это говорил, пока что лучше не будем суетиться и торопиться. Возможно, удастся нам увидеть небольшой откат, откуда же поищем уровни для последующих продаж. Доллар канадец, друзья, 1.3439. Вот здесь можно покупать пару, как я отметил, в расчете на мягкие сопроводительные комментарии и в расчете на то, что в пятницу идею слабости канадца поддерживают слабые данные по ВВП. Я считаю, что мы, как минимум, сможем протестировать уровень 1.35. Австралии с против доллара 0.6924, предлагаю сделку селл-стоп с уровня 0.6910. И по Новозеландцу тоже сделка селл-стоп с уровня 0.6530. В принципе, сделки могут быть открыты, могут попасть в рынок через эти отложки уже совсем скоро, поскольку уровень этих отложек отличается от актуальной цены, буквально на 15-20 пунктов. Я ставлю на то, что добить на австралийцы и новозеландцы будут, опять же, крайне плохие отношения США и Китая, в первую очередь с вытекающими негативными последствиями для китайской экономики, а, соответственно, и для партнеров. И ставлю на то, что Резервные банки Австралии и Резервные банки Новой Зеландии продолжат снижать процентную ставку. Евро против доллара 1.1178. Вот вчера очень хорошая точка входа была. Я надеюсь, что с отметки 1.12 и выше вы продали. Сейчас пара торгуется ниже. Мы ждем выступления Драги в Соседании Европейского Центрального Банка на следующей неделе. Сейчас экономисты, которые окружают Драги в рамках его кабинета, готовят ему прогнозы, готовят ему речи, тезисы вводные касательно текущего состояния европейской экономики. Мы с этими тезисами и вводными-статистикой работали на протяжении последних недель и знаем, что, в принципе, Драги обязан констатировать экономическую слабость и порадовать нас, опять же, уже не анонсом, а детальными программами ТЛТРО долгосрочного рефинансирования для банковского сектора. Я делаю на нее большую ставку и считаю, что как только рынок осознает объемы, продолжительность этих кредитов, сроки, станет ясно, что политика Европейского Центрального Банка не только осталась прежней по экономическим стимулямам, а, может быть, она постепенно возвращается к масштабу стимулирования, который мы видели года 4 назад. Сегодня, кстати, в 12.00 уровень доверия потребителей еврозоны считают, что завтра, когда мы будем подводить итоги этого отчета, у нас будет возможность говорить об еще одном слабом релизе из валютного блока. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.